вот такая вот это все моя молодость это все мое сейчас мол отчета сейчас ты что сразу сейчас я до молод душу душой песен не пишу понимаешь сейчас пьесы пишешь я слушал я первых я во-первых сейчас чуть-чуть переключим потом вернемся еще кто им песням потому что и замечательная песня там скляр поет суббота консуббота суббота и суббота я хочу сказать я хочу сказать и 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 Меня зовет Суббота есть суббота Бегу от всех сабот Суббота есть суббота И никаких хлопот Суббота есть суббота И я чего-то жду И не смеша по городу Вечернему иду Я воображу пешком Я посижу в кафе В горе вспомню телефон И позвоню тебе Суббота есть суббота Бегу от всех сабот Суббота есть суббота И никаких хлопот Суббота есть суббота И я чего-то жду И не спеша по городу Вечернему иду Суббота есть суббота И я чего-то жду Суббота есть суббота Пусть подождет Пусть подождет пока До понедельника Суббота есть суббота Суббота есть суббота И никаких хлопот Суббота есть суббота И я чего-то жду И не спеша по городу Вечернему иду Суббота поет суббота Суббота и суббота Кто еще? Ну скажи, перечисли какие-то Ну не знаю Баба-баба Замечательная О тело О тело Лариса Дорина Была песня Первая, которая попала на эфир Это бегущее по волнам Пел Подarus Нет Эстонская но все вот советская это советская боярского самое главное зеленоглазое такси потому что почему я сейчас посмотрел вот этот клип вот буквально дня и вот его никогда не видел извиняюсь может быть я посмотрел клип я понял что вот этот клип боярского на твою песню это больше чем какой-то сериал с хренью собачьей с примитивными историями с примитивным актером вот он больше там была своя драматургия в этой песне в этом клипе была там утром и тогда еще снимали снимали тогда что-то существенное валера и снимали художественное сцену стоит боярский во дворе микрофон а камера вокруг его летает да а камера тогда еще не летали и и что было камера вот такой величины которую оператор который держали еще два человека а камере еще вот такой величины магнитофон на проводах магнитофон еще двое инженеров и так боярского бегали оператор с двумя помощниками вокруг боярского во большему кругу оббегали инженеров с таким магнитофоном это было да валера но люди значит изобретали что-то и думали как бы сказать и технологически и художественно вот скажи мне сейчас вот сейчас переключаем тему почему сейчас художественно технологически идет упадок какой-то что произошло за эти 20-30 лет когда мы хотели что-то сделать поменять откровенно что произошло но у меня была собственная телекомпания не было бы токамовское оборудование мы снимали программы мы выставляли кучу света самые вредные люди были осветители которые которые артисты и еще чуть-чуть и еще чуть-чуть и еще чуть поправим каких ненавидел этих осветителей но вот мы снимали тогда нас было три-четыре телевизионных студий на в санкт-петербург частных имеется виду у меня была собственная компания с годами примерно 90 93 до 98 где-то вот 8 я к тому времени уже создавая телевизионные проекты сумел заработать денег на собственную телевизионную монтажную банка муску аппаратные и мы снимали а сейчас ну а сейчас любой пацан прости меня берет телефон до 11 понимает и снимает по качеству картинки в 10 раз лучше потому что техника шагнула а что снимает трусы своей подруги она одевает там или что это круто не в этом что вы отливых людей все равно много а талантливых людей которых есть деньги которых есть техника было мало и поэтому мы тогда относились своему плоду и труду незвечайно щепетильно понимаешь довольте дорогой вот и не могу там я все понимаю чем ты говоришь а где-то антро люди но вы знали они подожди что значит много ты пойми много валера раньше если человек показывался по телевизору да его знала вся страна понятно сейчас мы разбились на кучу разных на маленьких квартирах каждый живет своем социуме каждый живет свои силы в своем жанре понимаешь музыкальный жанр разбились на десятки я там я недавно записал записал целый альбом в этих так рэп песен рэп я записал отчет не пришлаешь мне нефть и пришлю пришли на вот так я попадется это к рэперам они к ты чё это другая школа мы тут старая школа вот так новая школа там еще 10 же на твои свои стихи я сам записал сам начитала читал сам написал сам это друг это здорово это здорово это здорово что это я балдею это это чума просто давай покажем здесь на видео и на аудио или на видео и на аудио и на видео давай кусочек мы сейчас покажем вот честно сделать балли 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 а нам все равно мы там не бывали пускай будет боли пусть будет боли поцелуй меня в десна и отвали реально дальше ну ну что еще много чего давай за счет ночью но прочти так давай чуть-чуть кусочек давай я требую перемирия требую перемирия пока сижу в сортире я требую перемирия а что-то а по телевизору америка до сирии а я только требуем перемирия и реально ой там уже но гениально валера гениально мы дадим это все так хорошо ну ты мимо мимо бутика интима мимо мимо бутика интима короче я к чему говорю надо что возраст мимо бутика интима ли ты как бы нет я это туалет это общество у нас песни высмеиваются которые просто а я такого смеюки да я в бутике сижу интима а вообще проходит мимо бутика интима да 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 это грустно вот но коля конечно песенное творчество это конечно задор юности определенной степени а задор когда ты в общем пишешь переживаешь за маленькое существо под названием песня потом действительно я стал делать более широкие формы ты сделал пьесы участки чуть перескочим да прости перескочим я перескочим или перескочим мы перескочим значит я был на твоем спектакле где ты пьеса валерия панфилова костина про сергея довлатова и вот я сижу замечательная работа там театр мастерская актеры играют и вдруг я вижу что довлатов не уезжает из россии он уехал сергей довлатов тебе близкий очень персонаж мне близко сделал фильм про довлатова кон ты снимался и мой кусочек покажем здесь в нашей с тобой программе надеюсь вот нужен нам сейчас довлатов как воздух вот здесь в петербурге 2020 году или ну он хорош прекрасен в древом славе не было не вам всегда нужны я под слову как воздух не произносил вот потому что это что-то перешлишь как воздух ну конечно без таких людей это вообще тогда можно даже есть он же нет но он есть в своих произведениях да но вот этого человека с которым вот сейчас мы могли бы сейчас и слава богу что нету его слава богу здесь сами рядом понимаешь нет но вот как вот можно сейчас завершить съемку не выпив всего я не пони куда думают эти режиссеры сценаристы вот которые сегодня конфеты он мне принес вместо того чтобы взять хоть немножко я не знаю сейчас бы выпили бы всплакнули бы сказать ты уважаешь довлатова ты сказал да я сказал нет ну что там ну да что это финал я думаю что да я думаю что а вот слеза какая-то такая ну что что слеза трезвым тоже ну-ка по трезвым шо за свет я могу могу конец а он умер меня нет а кто бы кто это был жена поняла что дело пахнет таким тонким моментом да 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 нет у меня не получится нет сплакнуть не получится даже близко получается не ну я сейчас так чуть-чуть я могу могу на взрыв зачем это нужно зачем это нужно жалеть надо живущих а не тех кого уже нет довлатов прекрасен то что он существует и есть где своих литературных произведений это здорово и замечательно потому что этот образ всегда подпитывает отлично меня ставящего никаких оценок ни тем ни другим явлениям после коммунистов я люблю больше антикоммунистов или например давай тут весь идеал идеалов у меня нет вот этот подход к жизни мне очень нравится потому что он не заставляет так сказать встраиваться какую-то шеренгу идти каким-то строем довлатов всегда действительно один он одинок он наблюдатель он видит этот мир во всем его многокрасии ура кусочек с участием валерия панфилова костина и валера написал пьесу где довлатов но это фантазия до любой художник он обладает фантазии если он не художник он не обладает он как знаешь сценографии записывает а ты фанта и довлатов как бы не уехал из россии замечательная пьеса я смотрел она неожиданно было потому что я понимал довод въехал а здесь он остался и валера сделать замечательную на мой взгляд пьесу которую сделали актеры но потом семья сергея довлатова в америке его давали на . они это не приняли валера категорической форме вот смотри но и ты же делал это с благородными намерениями это дело это не того чтобы опорочить довлатова наоборот как-то ну интерес к нему повысить и привлечь публику и так далее в том что уже восемь лет я организовываю провожу довлатовский фестиваль пушкинский конечно я знаю об этом это это на самом деле одно из любимых моих сегодняшних детиш когда мы каждый июль месяц середину июля в этом году это будет 13 по 16 июля проводим фестиваль пушкинский горах большой театральный фестиваль он хотя камерный на самом деле там 200 250 человек народу бывает не больше всегда это очень теплая атмосфера очень хорошие спектакли очень такая хорошая атмосфера потому что выступают поэты писатели политики политологи чиновники самого высокого уровня и туда приезжая и там по вечерам проходит тайна общества трезвости общество тайны поэтому приходится маскироваться москва вот тайна пил тайны не пил верни и бил мы трезвенки святых маски рулевел тайны и мастернился как коньяком шампанским и самогоном чтобы не заподозрили понимаешь да вот поэтому вот и вот для этого фестиваля было написано такая пьеса я сейчас извини я скажу что просто не все знают это что сергей довлатов там в 76-м году примерно в 76 он поехал экскурсоводом в пушкинские горы где александр свеч пушкин его имени его отца и он там работал экскурсоводом просто немножко даю чтобы понять для широкого там вот дом которым он жил дом является изба избавали героем заповедника этот дом является потому что он настолько разрушен настолько был довлатов выше роста чем потолок понимаете он приедет в таком состоянии в такой атмосфере когда он ходит сгорбленный от этой жизни фантастической и свое собственное распутство отношений женщинами с творчеством разбитый по всем параметрам права поэтому ходил не замечая что потолок то ниже его головы сгорбленный видимо был вот это спрашиваешь почему он не уехал слушай большого смысла особого не в твоей песне а в жизни он уехал по барабану мне что было в жизни ты пойми довлатов создал себе такую легенду так слил себя с образом своим творческим литературным что где довлатов и не довлатов разобраться уже невозможно автор и не нужно разобраться и в этой пьесе была скомпилирована его реальная жизнь с его жизнью литературного персонажа потому что я создавал свое произведение и мне по барабану было каким был на вот на самом деле и кто мне важно чтобы тот образ который был создан в пьесе был гармоничный интересный и выполнял определенную творческую задачу так вот уезжать ему в пьесе было просто не нужно потому что у нас настали те же самые времена что и в америке когда уже печатать печатать было можно но читать то уже никто не читал но прошли эти времена вот она долгожданная свобода свобода печати свобода воли свобода духа выбрали дорвались обрели лично я был уверен вот обрету свободу и первым делом напишу что-то вроде гаммета и что же где наши божественные комедии где наши братья карамазовы где на худой конец севастопольские рассказы где элементарная муму есть свобода печати есть газеты журналы издательства есть бумага а шедевров что-то не видно читатели прямо скажем тоже хороши зайдите в красное яблоко на 8 улице присмотритесь к окружающим рыбы накупили сосисок накупили польские шоколадно вафельные торты не остались без внимания рядом полиция забавная книжка александр баскова и стоит то несчастных 4 доллара не покупают журнал искусство кино не покупают даже про шпионов читать не хотят ну прошли конечно прошли конечно опять мы вернулись на при этом у меня давал то снова возвращается я только сегодня закончил очередную пьесу продавал а подожди валерка подожди секунду у нас рима немало да значит смотри это та пьеса которую я видел что на нее зрители понимали мы же должны рассказать она была несколько лет назад до театр мастерская хотел сделать и была замечательная работа я замечательная работа приклеиваю тебя дали все три красоты сейчас написал вдруг снова пьесу 2020 год это было четыре года назад условно 5 то пьеса предыдущая когда вас не уехал а сейчас он у тебя здесь возвращается в пушкинские горы и общаться своим персонажем общаться и персонал отраска и современными и современными людьми которые живут там там есть такие люди как ариф например да понимаю там и мультуру копов например когда других витвы присутствует значит конечно 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 ты представляешь о вам приезжает но по-смогой что вы считаете происходит у вас ребята 2020 году 2020 таким году дороге гости спады он не понимает что здесь да яẹм мягкой и пытаются объясните, что здесь происходит? Он не понимает. Но они не могут сказать прямым. Они говорят несказательно. Нет, они говорят прямым. Но это еще больше выводит его ступор во всу. С кем мы воюем? С Америкой. А вам бим? Не знаю, Валера. А мы вообще не воюем. У нас специально. Ну, боксер. Короче, это надо смотреть. Что надо пересказывать? Это надо читать и смотреть. Это пьеса называется жанр «Довлатов возвращения». «Довлатов возвращения». Смысл этой пьесы заключается в том, что это пьеса экскурсии. У меня фильм такой Сергей Довлатов возвращен. Украл, значит. Украл. Я у тебя... Ты снимался в этом фильме четыре года назад. Кто у кого украл? Я у тебя. Я у тебя. Конечно. Конечно. Я дарю, Валера. На пользу дела. На пользу Довлатова. Пускай идет. Пусть будет Довлатова больше, чем нас с тобой. Сайт-специфик – это такой жанр, когда зрители находятся в том же самом месте, где происходит действие спектакля. И они вместе с героями спектакля идут по Довлатовским местам Пушкинских гор. Они выходят из почелка Пушкинские горы, идут в Лукоморье, где там же выпивают, закусывают. Потом они вместе с аудио-актерами, которые записаны в ушах, идут дальше на Трубазу, из Трубазы идут к домику Довлатова, к музею, потом идут в Михайловское, потом на Савкину. Ну, такая современная технология. Да, современная технология. Это очень интересно получается. Эффект соприсутствия очень хороший. И мы как бы убили здесь двух зайцев. С одной стороны, это творческая, абсолютно полноценная пьеса, а с другой стороны, это экскурсия, рассказывающая людям о жизни Довлатова, о том, как она там происходит. Вот, собственно говоря, вот такая история. Смотри, значит, ты все-таки, вот, ты говоришь, молодость была поэт-песенник. Естественно, ты был, ты мне говорил когда-то, 50 песен-то написано. Ну, да. Ну, тексты. То есть не так много, да? Ну, подожди, нет, значит, не так много. Вначале было слово, можно и одной, и двумя, и тремя прозвучать. Но и сейчас тебя увлекает все-таки вот такая, ну, драматургия, и там, Довлатов, историческая. Человек во времени, человек в пространстве. Он уехал, не уехал. Вот что сейчас тебя увлекает внутри тебя? Да, я скажу тебе, я человек, который не умеет держать цель на мушке. Я не умею держать цель на мушке. У меня пьеса заканчивается тогда, когда я ее написал. У меня стихотворение заканчивается тогда, когда я ее написал. У меня фильм заканчивается тогда, когда я ее написал. Я за последние два года снял два огромных, монументальных, нетленных фильма. И что с ними? И где увидеть наображение? Ну, дай нам хоть наводку какую-то, где посмотреть? Наводку не дам. Почему? Не наводку, на коньяк, да? Наображение на коньяк. Ты понимаешь, какая ситуация? эти фильмы я снимал для очень серьезных скажем так организаций с очень серьезными людьми снимал какой документальный документальный фильм если мы писали снимал фильм в конце 21 года и закончил его снимать в начале 22 я закончил снимать феврале в середине ты понимаешь что мне пришлось его полностью переделывать а ты знаешь вот и фигурно бюджет у меня снимались в собственно все московские например ну ну все кроме самого например ну лавров и так далее но документальная причем эти хочу снимать подожди валер вот и не спросил что месяц интересует дорогой сейчас . судил снимались вы что-то звонишь лаврову я сейчас хочу вас снять ой валерка ты звонишь ну конечно в любое время приезжай все как бы ну как а как же последний фильм который закончится в этом я снимал с высшим руководством газпром плохо но неплохо но как ты с ними я не понимаю я набираю номер мне не отвечают я звоню тебе могу я хранить свои секреты а ну храни да но ты как юриан семёнов что иран смело считали генералом кгб я был приличный человек хороший очень писать я могу сказать только одно что я сейчас чем мне очень нравится снимать я снимаю фильмы не по заказу заказчик а по своей по своему интересу по своим внутренним не совсем так а как заказчик один а герои совсем другие то есть я снимаю фильм про газпром газпром не является заказчиком в этом кайф есть и фильм не доживают до эфира они 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 куда не идут позже в новосферу когда вернадский куда ты их отправляешь ну скажем так в москве порой собираются некие высокие люди смотрят в своем кругу и смотрят в своем кругу последний раз такой представлен фильм показывался на 200 человек и меня это вполне устраивает один раз один сеанс я снимал его год валера ну ну картинка была голливудская потому что я ее сделал в формате 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 я эстет на тест это и технологический я создал виртуальную компьютерную студию высочайшего качества уровня и поместил всех наших героев в эту трехмерную виртуальную студию камеры летают камеры двигаются скажем если там суть есть суть есть просто потому что мои герои люди столь погруженные в свою работу в свой материал и они конечно умны и они конечно они очень были разнообразными они были от крайне либеральных до крайне так сказать консервативный смотри скажу вас нам все равно 200 человек но ты же провел год своей жизни единственное я в восторге от подожди ты год потратил и 200 вообще остальные да по барабану мне на остальных прости меня подожди что я стал человек подожди я хочу посмотреть ты мне даже посвали тебе дам ну а остальным зрителям подожди 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 твои поклонники вот ну есть то предположим нравится такси кому сказано что валерий костин сделал зене панфилов там не стоит втором году стоит и фильм показывать сейчас на всеобщем сейчас я были пропаганды и про нужный и нужный другой вопрос понимаешь да все я понял тебя эти аналитические фильмы сейчас не для широкого проката все я понял они аналитика понимаешь серьезные взрослые я пытался сделать абсолютно непревзятый то есть смотри аналитический фильм грубо говоря ученый фильм который делают сделал бы ученый не имеющих представления хорошие муравей или плохой муравей он снимает просто о муравьи и это мне доставляет ну а вот так вот если я если я понес ты фильмы для эфира то есть скажи пожалуйста подстраиваться более не спал последний сейчас вопрос сейчас заканчивается здесь уже не время нас скольпас вот такой вопрос вот ты совпадал со своим временем зеленоглазое такси понаровская игорь скляр все 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 а сейчас ты вот этими фильмы совпадаешь со своим временем или нет как ты как ты ощущаешь в это совпадение или его нету после вас фильме увидит я могу соврать но я скажу честно когда эти 200 человек встали аплодисменты были настолько что за 200 ну намекни хотя бы ну всем искать но намекни что 200 человек кто это такие что я не буду не хочу ну не буду правда лукавишь все знают очень лукавишь не лукавлю не буду ну такие я понимаю о чем ты говоришь а тогда ты играл по правилам игры когда ты писал зеленоглазое такси или ты не играл и ты был более свободен и более наверхи на миг савала слова тогда меня интересовало не знаю какой-то перспективы будущего тогда мне рисовал общественное мнение тогда мне не стал вообще чего-то мнение до сейчас мне ничего мнение вообще не интересует то есть когда получил довольствии поймем играть войдет в кино мере если был сюжет потом листовских кино мне стало интересно смысл а теперь свалить она не интересна картинка картинка бы я бы сам не знаю что я приду к этому самому карт я балдею отающуюсь как там это сделано как выглядит свет, как поставлен звук. Понимаешь, я представляю, ты статистически работаешь. Ну, подожди, там же есть монтажник, ты же не один это все делаешь. Конечно, да. Причем здесь круто. Так, я же всегда работал со старой школой монтажеров. Сейчас я работаю с молодыми ребятами. Талантливейшие люди просто. Не вижу никого. Потрясающие ребята. Никого не вижу. Ну, мы разошлись. Сколько у нас минут еще осталось? Сережа, говори, потому что мы нам... Четыре. А, ну четыре. Валера, что для тебя главное в жизни? Вот давай тогда сейчас четыре минуты вот такой убийцы. Что для тебя самое главное в жизни? Вот отбросим политику. Вот что для тебя самое главное в жизни? Я хочу, чтобы моя жизнь была наполнена содержанием эмоциональным, чувственным, смысловым, идеологическим. Я не хочу, чтобы мой мозг работал впустую, осмысляя какие-то фейсбуковские или там тиктоковские проблемы. Я хочу, чтобы мой мозг работал жил полноценной жизнью, насыщенной, яркой впечатлением. Я хочу, чтобы мои близкие, моя семья получала такую же насыщенную, яркую жизнь. Я хочу много путешествовать, хотя путешествий я уже настолько много, что это уже становится какой-то работой и становится... Вот я сейчас три месяца путешествовал. Понимаете? Ну, тяжеловато. Хорошо. Как сейчас, знаешь, модно так говорит. Довлад Филиппушкин. Для тебя. Лично. Я бы сказал... Кто ближе? Ближе. Нет, нет. Одного выбирай сейчас. Пушкина или Довлатова? Довлатов, наверное. Довлатов. Хотя, повторяю, у меня никакого пиетета к Довлатову нету. Вот в последней пьесе я опять его, извините, меня, так сказать, по его же традиции, так сказать, граблю, гноблю, гноблю и мочу в сортире, как говорят некоторые, да? Да. Пушкин, для меня, понимаешь, мне в Пушкине, можно я скажу нелепость? Ну, скажи, пожалуйста. Мне не хватает в Пушкине творчества. Пушкин замечательный писатель с рифмами. А что такое творчество? Моя жизнь, я объясню. Не творчество, а находок вот этих вот вкусных. Для меня это, ну, как, Мандельштам, Пастернак, февраль достать чернины, плакать, понимаешь? Да, 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 понимаешь? Да, 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 понимаешь? Да, вот. Там, бредно-голубой эмали, какая мыслима в апреле, понимаешь, мы с Мандельштампой. Ну, я понимаю, какая креатива, навязывая какая-то. Да, мне не хватает этой яркости, этой сочности. Ну, это тот 19-й век, который был 150 лет назад, Валер, там мысли не так, люди. Да, я понимаю, ради бога, поэтому, ты знаешь, если ты так, при Пушкине, я очень ровно дошел к Пушке. Ну, тут недавно, ну, старость наступила, скажу тебе откровенно, взял и прочитал Евгения Онегина и расплакался. Да. Блин, взял и расплакался. Ну, замечательная вещь, Ну, да, да. Вот что это такое, понимаешь? Ну, значит, действующий из времени. Вот в нашем фестивале был один спектакль про Клаудиу Шудженко. Такая Юля Ассоргина ставила спектакль. Ну, рыдали генералы, понимаешь? Реально, слышали, сидели и плакали. И я рыдал. И думаешь, что плачут-то? Блин, нормальная, сентиментальнейшая, вкусная, красивая история. Никакой у тебя драмы, ничего. Плакал. Это что? Это возраст, Коля? Это возраст. Возраст, а может, мудрость. А Довлатов, конечно, во-первых, я был пьяницей долгое время, понимаешь, да? Вот, смотрел на мир. 20 лет уже не употреблял алкоголь. Ну, Валера, если бы ты думал, пьяница, ты бы ничего не создал. А может? Попросите, дорогой. Вот эти люди канули, мы знаем много, там, Олег Григорьевич, ну, неважно, ушли люди, ушли, ушли. Много людей, которые пили. Потому что я спортом занимался до этого. Активно. А чем ты занимался? Боксом занимался. Это что? Боксфера. Я бы с тобой не сел. Да. Сколько минут надо заставить? А? Минута. Минута. Валера, ну, надо прощаться. Потом мы добавим там песни твои замечательные и прекрасные вещи. Приезжайте на фестиваль, ребята. Просто не пожалейте. Фестиваль Довлатова реально. Можно найти в ВКонтакте. Там настолько здорово. Вот когда вы выйдете на Савкину горку, когда вы посмотрите на этот мир, ребята, никакого телевизора в помине не нужно. Просто вы забудете это слово телевизор, потому что вот это наша Родина. Она там. Это дали? Дали. Типично Псковский. Не без этого. Ну что, друзья мои, спасибо огромное. Сегодня у нас был в гостях замечательный поэт, драматург, прозаик, ну, извини, что я так тебя называю. Кинематографист. Кинематографист. И креативный человек Валерий Костин. Панфилов со своими замечательными песнями, которые мы увидим сейчас в эфире. И уже видели. Спасибо, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok